На этой неделе у сотен тысяч казахстанцев началась новая жизнь. Те, кто работает по договору подряда, теперь обязаны делать взносы в пенсионный фонд. Раньше они были добровольные, теперь принудительные. Представители самых разных профессий заставят откладывать на старость по 10% от своего дохода. Первый платеж надо сделать до 25 октября. И это далеко не последние деньги, которыми поделятся казахстанцы. С нового года в силу вступает единый совокупный платеж, который объединит подоходный налог, пенсионные и медицинские взносы. Рассчитан он на всех физлиц, которые оказывают услуги другим физлицам. Это няни, водители, тамады, сантехники. Все те, чьи доходы невозможно проконтролировать. Да, видимо, поэтому новый налог для самозанятых добровольный. В Министерстве труда, похоже, на него даже не рассчитывают. Чиновники уже заявили, что из-за этих нововведений бюджет потеряет 11 миллиардов тенге. Мол, все ради вас. Юлия Яскевич попыталась разобраться, когда, кому и сколько платить. Это первое мое рабочее место в столовой. Так я, в основном, шеф-поваром в ресторанах, в кафе. Марина Соклакова работает поваром 20 лет. И все 20 за ее счет не питается пенсионный фонд. Единственное у меня было рабочее место, где вот отчисления были. А в основном в остальных местах никто не зацикливался на пенсионных этих отчислениях. Эту возможность давал договор гражданско-правового характера или подряда. Но теперь работающие и по нему должны платить 10% от дохода в месяц. Возмущение закипает вместе с супом на плите. Категорически против, потому что я не верю нашим чиновникам, обещаниям всем, что эти деньги вернутся. Что они действительно, что я когда-то получу, мне легче пойти на депозит перечислять. Там хоть какие-то проценты. Я уверена, что я в любой момент могу пойти и снять. Но с новым обязательным платежом о депозите, похоже, можно забыть. Отдавать пенсионные взносы нужно со всей суммы дохода в месяц. Обязательные пенсионные взносы уплачиваются со всех видов оплаты труда, денежного выражения и иных доходов. Иные доходы – это социальные выплаты из ГФСС, страховые выплаты из компании по страхованию жизни. Есть, конечно, вариант отдавать пенсионный фонд 10% не от своей зарплаты, а от минимальной. Но это незаконно. Если узнают, что государству не додали, будут штрафовать. Физическое лицо заключает договора с юридическими лицами, с индивидуальными предпринимателями, то есть с налоговыми агентами. То через них можно будет проследить, что были заключены с таким-то физическим лицом какие-то договора на какие-то суммы. Бота Жуманова договоры заключает часто. Уже три года она свободный художник. Точнее, финансовый аналитик, пиар-специалист и инвестор. Одновременно. В Алматы 8 офисов, где она может работать. Во время обеда работает в кафе. Свободу ей дает договор гражданско-правового характера. Но если свободный выбор остается, то свободного времени теперь будет меньше. Каждый месяц пенсионный фонд ждет ее отчислений. Представим, что, например, на рынке один миллион фрилансеров. Вот миллион человек каждый месяц, миллион человека часов, вместо того, чтобы работать, они грузят, скажем так, филиальные сети, чтобы сделать какую-то одну транзакцию. Но еще за это заплатить. Но даже не сколько там вопрос в комиссиях, а сколько в принципе человек может работать. И мы за целый год 12 миллионов часов наших казахстанцев тратим впустую просто в ожидании очереди. Есть и другие варианты. Некоторые банки, например, предлагают платить без комиссии в интернете. Но и это не особо радует. Государство пытается сейчас только кнутом загонять людей в пенсионную систему, в Малогову и так далее. Вместо того, чтобы... Ну, нужен баланс, нужны и пряники. У любого спросить, какой пряник он получает, будучи внутри этой системы. Я думаю, что нет ни одного пряника, ради которого вам нужно было бы стремиться быть прозрачным, быть внутри пенсионной системы. Внутри пенсионной системы скоро могут оказаться и самозанятые казахстанцы. Уже с 1 января няни, репетиторы и водители облагаются новым, особым налогом. Какие же пряники они получат? Пряников единый совокупный платеж предлагает три. Первый – доступ к медицинским услугам. Второй – участие в пенсионной системе. Ну и третий – возможность получать социальные выплаты. Горожанам нужно будет отдавать 2500 тенге в месяц, сельчанам в два раза меньше. Вроде бы деньги не самые большие, но... Где гарантия, что я сегодня отнесла туда деньги, а завтра кто-то свыше не решил ими воспользоваться? Деньги, на которые рассчитывает государство, Светлане Курменёвой никогда не давались легко. После развода надо было обеспечивать и себя, и дочь с бабушкой. Бралась за всё. Мыла полы, нянчила детей, а потом пошла ещё и на обучающие курсы. Вот этот рисунок был сделан вином. С него всё и началось. Потом была картина маслом, потом были картины акрилом. Она умеет рисовать и шить. На заказ вылепит кувшин из глины, смастерит подсвечник. Не так давно освоила ещё одно дело. Теперь создаёт съедобные букеты. Сюда можно добавить всё, что угодно. Деньги, которые Светлана зарабатывает на картинах, платьях и букетах, уходят очень быстро. Нужно оплачивать коммунальные услуги, образование и отдых дочери. Продукты и одежду для всей семьи тоже никто не отменял. А вот единый совокупный платёж в этот перечень не войдёт. Пока не будет гарантии, денег там не будет. Потому что я хочу распоряжаться своей жизнью сама, а не чтобы получилось, что в старости я останусь без ничего. Единый совокупный платёж – дело добровольное, говорят в министерстве. Не хотите – не платите. Закон не преследует цели привлечения к ответственности, кто не будет платить. Это добровольный порядок. Мы говорим, что это обязательные платежи. При этом, если человек сочтёт, что он не будет участвовать в этой системе, к нему не будут применяться никакие административные меры. Вот только некоторые юристы с этим не согласны. Юлия Абрамова говорит, за неуплату вполне реально получить штраф. Совокупный платёж – это и социальное отчисление, и пенсионные, и медицинские. То есть оно в совокупе. Но по отдельности, если брать административный кодекс, то за ту же неуплату пенсионных взносов есть ответственность. И если наступит такая ответственность у человека, взыскание наложат на него в виде штрафа, то в комментариях министра труда о том, что они не будут подвергаться административным взысканиям, он не докажет. Те, у кого есть договоры подряда, теперь должны платить в пенсионный фонд. Те, у кого нет никаких договоров, получат возможность платить в него совсем скоро. Выходит, что все или почти все работающие казахстанцы будут охвачены пенсионной системой. Вне зависимости от того, верят они в нее или нет. Юлия Яскевич, Иван Гончаров, Вячеслав Тимофеев и Михаил Завезенов. Большие новости.